Любушкины цветы Чтобы дети видели, что это не просто пришел в магазин, в аптеку купил, а чтобы они видели своими глазами и руками, что это достаточно серьезный труд, что это надо растить, что надо приложить труд, чтобы получить. И думаю, что обязательно все-таки надо детям давать возможность и самим это попробовать. Из множества цветов нам разрешили выбрать те, что пришлись по душе, а потом мы отправились высаживать композиции. Тимофей с большим удовольствием заполнил контейнер землей, посадил цветы и обильно их полил. Говорит, очень старался, чтобы понравилось маме. Мы проделали все то же самое. Вот такая композиция у нас получилась. Сначала она перекочует на мой балкон, ну а потом уже мы высадим ее на даче. Эти мастер-классы полезны и для самой Любови. По ее словам, очень интересно наблюдать за вкусовыми предпочтениями людей, когда они подбирают свои композиции, смешивая и цвета, и сорта растений. А после занимательного урока нам показали знаменитую клубнику. Люба, расскажи, пожалуйста, вот про клубнику. Сколько ее выращивается, сколько сил в это вкладывается? Ну, чтобы меньше полоть, мы сделали грядки на волокне. Выращивается она года 3-4, потом ее надо менять. Обильно плодит она на второй, на третий год. Потом менять надо. У нас в этом году 4 сорта клубники. Одна из них ремонтантная. Это клубника сортовая. С понедельника мы уже начинаем ее продавать, так что все желающие могут приехать к нам. Обязательно приезжайте в Аксинино и за клубникой, и за цветами, и на мастер-классы, которые проводятся по воскресеньям каждую неделю. Не забудьте только предварительно записаться. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.